всем привет друзья вы на канале sky top games и это увлекательная история от нашего подписчика вайлда веста о вселенной rpg the isle собственно что такое вселенная rpg и сейчас задался вопросом начнем с того что вайлду весту очень нравятся настольные игры и одна из них была в стиле rpg которая ему очень нравилась собственно ролевая настолка это в первую очередь история которую пишут сами участники каждый создает персонажа вживается в роль и описывает действия в режиме реального времени игроки вместе исследуют фэнтезийный мир участвуют в битвах и выполняют задания других персонажей все это происходит воображение участников а для погружения в атмосферу используются игральные карты кости фишки миниатюры и прочие аксессуары так вот наш вайлд вест собственно также очень любит за айл и он подумал а что если соединить rpg за айл и получилось rpg айл он придумывает разных с виду монстров у которых есть своя история почему они стали такими что с ними произошло какие повадки какие атаки и так далее также есть и герои которые защищают остров исла спира от всяких монстров давайте рассмотрим просмотром данных монстров за айл превратился бы в невероятную вселенную фэнтези итак первый персонаж пресноводный дракон атакует только если его спровоцировать или при жутком голоде его главное сокровище это блестящая или элитная рыба тот кто вторгнется в его владения будет испепелен его кипятком по скриптум его основная атака это укус и напор кипятком который он изрыгает из пасти за место огня пресноводные драконы набирают себя буду и в себе ее нагревают и могут выпустить во врага мощную струю кипятка оживший доспех раньше эти доспехи носил великий дина воин который сражался против всех возможных монстров но в одной из битв он пал но его душа не упокоилась и она вселилась в его доспех и лишь только сильнейший воин способен одолеть оживший доспех по скрипту основные атаки удар хвостом и сбрасывание пластин при сбрасывании пластин оживший доспех становится очень быстрым для своих размеров дракончик дракончики очень маленькие слабенькие но не стоит их недооценивать когда их много то мало кто остается на лапах несмотря на то что у дракончиков есть крылышки летать они не в состоянии конечно еле-еле летать могут только сами альфа стаи по скриптум его основная атака это укус и язычки пламени пламя у них очень маленькая вредить такой огонек практически не способен тень рекса о нем практически ничего не известно известно лишь только то что он является старшим братом призрачного рекса при жизни двое братьев защищали земли лэгаси но вдруг наступили динозавры тьмы братья отважно сражались за свое королевство но к сожалению пали оба в этой великой битве по скриптум призрачный рекс может появляться только ночью в редких случаях днем тень рекса очень редко появляется ночью часто появляются при солнечном затмении фруктовые древо эти лесные жители очень добрые и просто так на глаза никому не попадаются в основном они тихо мирно стоят на одном месте и все редко но можно увидеть как они передвигаются с одного места на другое по скриптум нападают лишь только тогда когда природе грозит опасность или кто-то ломает и поджигает деревья рогатый демон один из существ хаоса который хочет как можно больше одолеть героев в качестве приспешников использует рогатиков в очень редких случаях вам может повстречаться и добрый рогатый демон он не хочет сражаться с героями он живет мирной жизнью обычно злые рогатые демоны прогоняют таких из своих царств по скриптум основные атаки это дамаг рогами укус и призыв призывает в основном маленьких и практически без обидных рогатиков мимик мимики очень хороши в маскировке и их очень трудно отличить есть два отличия у мимиков это если он слегка дернулся можно сразу понять что что-то тут не так и запах мимики стараются быть похожими на разные предметы но не пытаются скрыть свой аромат их запах сравним с испорченными фруктами или мясом по скриптум основная атака это внезапный укус как только вы пройдете слишком близко к мимику он не теряя ни секунды захочет вас цапнуть рогатик один из помощников некоторых демонов их очень часто призывают рогатые демоны и призывальщики для того чтобы они помогли им разобраться с героями рогатики это такие существа которые не знают своей точной цели если демоны приказали значит сделают по скриптум у рогатиков есть три атаки это укус взмах рогами и очень редкая способность плевок огнем огонек настолько красив и настолько же и опасен один плевок огнем и вполне может сгореть сразу несколько деревьев костяной ужас это существо очень любит собирать разные кости всевозможные кости которые он найдет он прикрепляет к себе в качестве брони и украшения он не любит когда вторгаются на его территорию и он сразу начнет думать что вы хотите украсть у него его драгоценные косточки поэтому если к нему слишком близко подойти он начнет атаковать по скриптум его атаки это взмах хвостом укус и в крайнем случае использует зеленый огонь в основном огонь ему нужен чтобы спугнуть тех кого он считает опасным сгусток тьмы это существо появляется только в том случае если его либо призвать в качестве помощника либо оно появляется само в болотах данные существа являются самыми слабыми из всех теней по скриптум основные его атаки это укус замах когтями и самая редчайшая атака это когда сгусток тени начинает мгновенно создавать собственное болото и тот кто наступит на это болото он застревает в нем навсегда дьяволенок практически слабенькие существа которые помогают более высшим монстрам атакуют только по приказу либо когда они дикие атакуют без разбора по скриптум основные атаки это укус взмах рогами и если они дикие то могут использовать темную магию ну а если вы хотите далее продолжение истории rpg the isle от wild wild west а то прямо сейчас обязательно подпишись на канал поставь пальчик вверх и ставь колокольчик и кстати говоря если у вас есть какие-нибудь интересные истории связанные с миром за айл обязательно пишите мне в личку в дискорд попробуем снять по ним ролик тем пока